Полдень конференц-зал правительства Московской области. Десятки журналистов со всего региона, вооружившись блокнотами и гаджетами, фиксируют важные достижения в области, которые озвучивает губернатор Андрей Воробьев. В своем ежегодном обращении к жителям глава региона рассказывает, что именно позволило Подмосковью попасть в пятерку лучших областей страны. Одна из острых тем здравоохранения в последние несколько лет претерпевает ощутимые изменения. Уже летом скорую помощь переведут на IP-телефонию. Ни один звонок не будет потерян. И если оператор в муниципалитете не возьмет трубку, вызов переадресуют в областную службу, откуда информацию передадут в ближайшую скорую помощь. Кроме этого, будет легче получить результаты анализов. Строительство детских садов и школ в регионе будет продолжено, а все новые многоквартирные дома в Московской области начнут строить по новым правилам. В них не будет мусоропровода, дворы должны быть без машин, а подъезды без ступеней на входе для маломобильных граждан. Кроме этого, Московская область запустит программу реновации по переселению жителей из ветхих зданий в новые дома. Всего новую жилплощадь получат более 1 миллиона человек. На особым контроле проблема с автомобильным движением. В региональную программу «Долой глупые пробки» попали и химки. Решение вопросов с обманутыми дольщиками и прозрачность ЖКХ, строительство дорог и парков, повышение качества школьного образования и улучшение экологии. Пожалуй, нет такой сферы жизни, решения проблем в которой бы не затронул губернатор. И если для жителей региона эта информация для ознакомления, то для глав муниципалитетов руководство к действию. Для нас Андрей Юрьевич Воробьев сделал огромный вклад. Это миллиарды рублей выделенных денег на строительство школ, садов, дорог, мостов, инфраструктуры парков, скверов, подъезды, которые мы ремонтируем по 500 подъездов каждый год. Это ведь тоже половина этих средств дает нам губернатор. Поэтому мы, безусловно, очень важно, очень чутко слышим те задачи, которые ставит Андрей Юрьевич. И я, в частности, безусловно, и команда администрации. Мы готовы сегодня к реализации этих задач в ближайшей перспективе. Химки чемпион, по-моему, по открытию школ. Но все равно этого мало. И детские сады, все равно этого мало. Больницы открываются, все равно этого мало. Действительно делается много, но, вы знаете, это закон такой, чем больше делается, тем больше хочется. Самое главное, это есть и в программах, и в планах у руководства области. И вот, наверное, это тот самый хороший тандем, который будет помогать и дальше развиваться области. За шесть лет население Подмосковья увеличилось на полмиллиона. На десятки тысяч выросло число жителей Химок. И поэтому в ближайшие годы муниципальные власти совместно с региональным правительством продолжат строить больше дорог, сокращать пробки, благоустраивать парки, давать людям достойный заработок рядом с домом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова